Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» об студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В Карачаево-Черкесии собрали более 25 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Груз уже отправлен. Аллея воинской славы города Черкесска пополнилась еще на одного героя. Здесь открыли бюст генерал-майора, прославленного летчика Канамата Баташева. Выявили лица, управляющих транспортным средством и допускающих выезд на полосу встречного движения. Полицейские провели профилактическую акцию. В республике начался первый тур дополнительной иммунизации от полиэмилита. Как будет организован процесс обучения в образовательных учреждениях? Из Карачаево-Черкесии, пострадавший от землетрясений регионы Сирии, отправился груз гуманитарной помощи. Чуть ранее аналогичная помощь была отправлена в Турцию. Весь гуманитарный груз сформировали на базе одного из предприятий из Жигутинского района, поступившие от различных организаций Карачаева-Черкесии. Предметы первой необходимости сортировали в отдельные коробки. Кроме того, общественная организация «Мы вместе» собрала около 3 миллионов рублей, на которые также были приобретены все, что может пригодиться пострадавшим от землетрясения в Сирии. По поручению главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова, в соответствии с запросом Минобороны России, правительством был сформирован гуманитарный груз для пострадавших жителей Республики Сирия. Общий тоннаж груза составил более 25 тонн. В груз вошли такие необходимые вещи, как палатки, спальные мешки, постельные принадлежности, посуда, медикаменты, продукты питания. Летчики не умирают, они в небе звездами сгорают и в грозах молнии играют. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска, в аллее Гвоинской славы, в торжественной обстановке открыли бюст нашего земляка, генерал-майора авиации, Героя России Канамата Баташева. Ахмад Халкевичев продолжит тему. Право открыть бюст Героя России предоставили мэру Черкеска Алексею Баскаеву и родному брату Канамата Баташева Марату Баташеву. Сегодня наши бойцы, участники специальной военной операции, плечом к плечу сражаются не просто за мир на Донбассе, они сражаются с ненацизмом, с самым опасным явлением современности, угрозой безопасности не только России, но и чудовищным вызовом всему человечеству. Первый заместитель руководителя администрации, главы правительства Крачаева Черкесии Марат Хубиев в своем обращении подчеркнул, что Канамат Баташев всю жизнь следовал завету своего отца, быть лучшим в выбранном деле. Своё решение он и объяснил просто. Я не могу оставаться в стороне. Он действительно был лучшим. Он был лучшим отцом, лучшим другом, лучшим командиром, лучшим лётчиком. И не зря командиры говорили про него. У Баташева есть то, чему можно научиться только от Бога. Вечная память герою. Марат Баташев поблагодарил всех, кто выступил с инициативой увековечения памяти нашего героя. Огромное спасибо правительству и всем организаторам, лично Руслану Качкарову. Я желаю, кто воюет сейчас, чтобы, как было в Великой Отечественной войне, победили этот фашизм. И вернулись, и по всей России, как сегодня чествуем павших, чтобы мы чествовали живых героев. Все выступавшие без исключения подчеркивали важность таких мероприятий в деле воспитания подрастающего поколения. Ведь именно живая память о героях своей отчизны прежде всего и задает правильные ориентиры для молодежи. Ахмад Халкевичев, Али Бастанов, Вести Крычаева, Черкесия. Около 200 правонарушений за выезд на полосу встречного движения пресечено сотрудниками госавтоинспекции Адыгехабльского района Республики за прошлый год. В 46 дорожно-транспортных происшествиях пострадали около 70 человек, из них 10 погибли. Причиной нескольких аварий стал именно выезд транспортного средства на полосу встречного движения. О важности соблюдения правила автоинспектора Адыгехабльского района напоминали водителям во время недельных профилактических мероприятий встречная полоса. Этот вид правонарушений характеризуется как наиболее тяжкий с серьезными последствиями. Это жизнь, человеческая жизнь другого человека. А чем он мешает? Вот поехал по встречной полосе. Чем? Аварию создал, погибают люди, вот и все. Ни в чем не повинные люди погибают от этого. От какого-то человека халатное отношение к вождению страдает другой человек. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев, а при повторном нарушении лишение права управления сроком на 1 год. Госавтоинспекция Дагихабльского и Ногайского районов обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что практически любой выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является маневром, представляющим особую опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Прокуратура Карачаева Черкесии проверит информацию о том, что школьная учительница в наказании колола воспитанников коррекционной школы города Черкеска кнопками. Жалобу написала мать одной из учениц, и уже сегодня началась проверка по публикации из сети интернета о возможном применении недозволенных методов воспитания учителем. В ходе проверки будет дана оценка организации деятельности учреждения в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав детей, а также норм профессиональной этики педагогического работника. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Мы еще вернемся к этой теме, как только будут известны новые данные. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 2-4 выше нуля, а днем 17-19 градусов тепла. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А, 43-73-87. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Сегодня во всех образовательных учреждениях республики проходит вакцинация детей от полиэмилита. Перед тем, как провести вакцинацию, медработники осматривают детей и узнают о состоянии здоровья. Родители отмечают, что делая прививки, они защищают в первую очередь своего ребенка от полиэмилита. И также это является нашей социальной ответственностью перед окружающими. Из-за отсутствия профилактики прививок от этого вируса в последние годы существенно снизился уровень коллективного иммунитета. Поэтому необходимо обезопасить окружающую среду от опасных для человека вирусов. Только благодаря дополнительной иммунизации. Я считаю, что вакцинация для детей очень важна. Она предупреждает болезни. Мы постоянно делаем прививку. Все то, что по плану, графику идет, мы все по плану делаем. Мы не пропускаем. Но бывают у нас моменты, когда ребенок простужен. Мы чуть-чуть попозже это все делаем. А так у нас все прививки по плану. Все по графику. Да, мы пришли, сделали полимелит. Я считаю, что это нужно ребенку предупредить болезнь, насколько она опасна. И лучше сделать прививку, конечно же. Как организовать процесс обучения в образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии так, чтобы соблюсти все права учащихся. В региональном профильном министерстве поделились способами решения вопроса. Заметитель министра образования и науки Лейла Атаева рассказала журналистам о том, как будет организовано временное разобщение детей в школах и детских садах. Наши садики все построены таким образом, что они имеют возможность изолировать группу. То есть имеется свой отдельный вход, имеется персонал, который может работать с этими детьми. Имеется возможность подачи еды, сна, отдыха и так далее. Все, что предоставляется ребенку в детском саду в изоляции. И поэтому мы предложили организовать такие группы в каждом детском дошкольном образовательном учреждении. Вы знаете, что дети, которые получают прививки, это, как правило, ученики начальной школы. Поэтому в школах нет такой архитектурной возможности разъединения детей в отдельные классы. Это либо нужно, может быть, сменную какую-то систему вводить. Поэтому решили пойти таким путем. Мы предлагаем детям дистанционное обучение. На базе нашего РИПКРО есть возможность, есть оборудована студия, которая может вещать на всю республику. И без ущерба для, скажем так, образовательных организаций мы предоставляем самых лучших учителей. Это мы можем гарантировать. На первые классы будут отдельно проходить занятия дистанционно. Учитель будет другой заниматься со вторыми классами, с третьими, с четвертыми. Там, где это нужно. Проблему репродуктивного здоровья обсудили с молодежью в перинатальном центре города Черкеска. Профилактическая работа проводится в рамках недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Какие цели легли в основу мероприятия, расскажет Альбина Ламкова. Не зря охрана репродуктивного здоровья была определена Всемирной организацией здравоохранения как приоритетное направление. Это составная часть общего здоровья человека, основанного на физических, социальных и духовных аспектах. Кроме того, оно напрямую связано с демографией, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, повышение медицинской грамотности, информированности населения о факторах риска и о факторах, способствующих здоровью, здоровой беременности, значимости ЗОЖ. Вот главные направления профилактической работы в эти дни, сказала руководитель Центра планирования семьи Республиканского перинатального центра Руфина Байчорова. С этой целью специалистами перинатального центра проводится ряд образовательных мероприятий для молодежи, которые направлены на формирование сознательного отношения к своему репродуктивному здоровью, к ответственному родительству, к здоровой беременности у молодежи. Для этого проводятся лекции в формате личных встреч. Это и видеолекции, и видеоматериалы, и инфографика. Для лекции мы выбрали студентов среднеспециальных высших учебных заведений, потому что именно они наше будущее, отметила Руфина Байчорова. Важно знать, что состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, а также ответственным отношением к половой жизни. В свою очередь, все это влияет на стабильность семейных отношений и общее самочувствие человека. Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юношеском возрасте. Поэтому работа с подростками и молодежью в области полового образования на сегодняшний день является одним из актуальных направлений. Лекция мне очень понравилась, очень пояснительная. К тому, что я понял вся эта нагрузка, что идет при заводе семьи и при воспитании ребенка. Если я, как молодой отец, не смогу воспитать ребенка и содержать его, это будет очень плохо. Главное, чтобы он родился здоровым. Чтобы ребенок родился здоровым, нужно хорошо заботиться о себе, чтобы родители были в хорошем состоянии, чувствовали себя отлично, с хорошим организмом. Тогда ребенок появится очень здоровым и не надо будет постоянно заботиться о его здоровье. Чтобы не столкнуться с такими проблемами в зрелом возрасте, надо заниматься профилактикой с детства. Если девочек осматривают гинекологи, то мальчиков должны консультировать андрологи, причем еще в начальных классах, и выявлять основные патологии, узнали из лекции студенты. В будущем я хочу завести семью, обязательно у меня будут дети. Но для того, чтобы родить детей, нужно хорошее здоровье, как эмоциональное и в принципе физическое здоровье, как и у матери, так и у отца. Чтобы было здоровье, обязательно надо обследоваться, ничего не употреблять из запрещенных каких-то вредящих здоровью веществ. Если внимательно изучить рекомендации, то в них нет ничего невыполнимого, отмечает специалист. Просто нужно вести здоровый образ жизни, укреплять свой иммунитет, стараться правильно питаться и не употреблять продукты, которые вредят здоровью. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Чекесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Лимитчицы». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!